Привет, друзья, с вами Дмитрий Ророшенко, сегодня поговорим о мобилизации и наличии паспорта Российской Федерации, то есть став гражданином Российской Федерации, есть ли варианты, значит, избежать возможной мобилизации, как, значит, себя вести в случае, если будет дальше реализовываться указ президента мобилизации и другие. Те вопросы, которые, в принципе, постоянно в последнее время вы задаете в комментариях. Итак, получив паспорт России, внутренний паспорт, в последующем загранпаспорт России, да и, в принципе, после того, как вы приняли присягу, соответственно, вынесете все права и обязанности гражданина Российской Федерации. То есть по срочной службе с 18 до 27 лет, в случае, если, значит, будет срок, значит, смещен, увеличен, в сторону, например, до 30 лет, да, у нас такая была информация, то в данном случае, соответственно, будет скорректирован и указом президента, значит, возраст призывников. Это первая часть. То есть еще раз подчеркну, что вновь принятые в гражданство сегодня ставшие гражданами России, получившие паспорт Российской Федерации, попадают под срочную службу, если им 18-27, нет никаких отсрочек и тому подобное. Если служили они, например, в Узбекистане, там, в Германии, где угодно, у нас соглашения о двойном гражданстве нет, соответственно, вы несете все обязательства в рамках закона, соответственно, о срочной службе и указе президента по реализации, значит, данной военной обязанности срочников. Если же вам свыше, там, 27 лет, то в данном случае у нас во внутренний паспорт ставят штамп военно обязанный, военно обязанный, и, соответственно, в случае, если дальше указ президента, который на текущий момент не отменен, будет продолжена его реализация, то все вновь принятые в гражданство, значит, ранее принятые в гражданство, ставшие гражданами в результате приобретения или по рождению, несут одинаковые права и обязательства, в том числе и в рамках закона о организационной деятельности Российской Федерации. Поэтому, если вы считаете, что, например, вы не готовы нести права и обязанности в качестве граждан Российской Федерации по тем или иным обязательствам, то в данном случае российское законодательство, закон о гражданстве предусмотрен порядок выхода из гражданства России на территорию России, это в подразделениях МВД, можно подать данные заявления, или в загранучреждениях. Соответственно, необходимо, главное, выполнить определенные условия, то есть наличие перспективы получения нового гражданства и обязательства перед Российской Федерацией, такие как, например, налоговые обязательства и так далее. Так что, друзья, ставь гражданами России сегодня, завтра, соответственно, или ранее по различным основаниям, принятые в гражданстве, в общем, в упрощенном порядке, указом президента. Все граждане несут права и обязанности, в том числе и по закону о мобилизации. Будем с вами на связи, всего доброго, до свидания.